Что за время года спросим? Нам ответят, это осень! Все загадки отгаданы, прочитаны осенние стишки, можно приступать к процессу творчества. Сегодня в мастерской детского музея любопытные и шумные второклашки. К каждому бумага, краски и настоящий лист с дерева. Его нужно раскрасить и проложить. А ты не художник случайно? Да не, не. А не собираешься стать художником? Да не, не собираюсь. Любите осень? Мы очень любим. А что хорошего в осени? Там листопад, там можно грибы собирать, по лесу ходить. Очень красиво осень. Красиво, когда дождь и листья падают. Они красные. И даже прям лучше, чем лето, да? Ну да. Любовь к осени маленькие художники выражают на бумаге. Процесс кипит, в ход идут все краски, не отлынивает никто. Но, пожалуй, серьезнее всех к выбору дерева для рисунка подошел 9-летний Артем Голованов. И Даша рассказал, почему. Когда у нас рождается какой-нибудь новый ребенок, то когда мы сажаем какие-нибудь деревья, похожие на него. А тебе какое посадили? Дуб. Ну, видимо, я был похож на дубник. У нас вот недавно родилась Аленка, и в честь нее посадили дерево ива. Она такая красивая, тоненькая ива, да? Ну, она кругленькая у нас. Не сложно догадаться, какое именно дерево изобразил в своем рисунке Артем. Ну, дуб, потому что в честь меня посадили. А вот 8-летняя Маша к реализации своей задумки подошла еще более практично и даже учла все погодные условия сезона. Сейчас в лесу шел дождь, поэтому клень чуть-чуть размытый. Когда прикладываешь лист, у тебя может все размыться. И ты этого боишься, и это сложно. Если что-то не получается, обязательно помогут педагоги. Занятие рассчитано на 40 минут вместе с теоретической и практической частью. Такие творческие уроки в детском музее сейчас будут проходить регулярно. Естественно, с соблюдением всех необходимых санитарных норм. После каждого класса помещение стерилизуется. Наши занятия, они согласуются с программой детских садов и школ. Мы заранее собирали с некоторых учителей. Прошлый год, кто ходил с воспитателями, какие бы темы они хотели, чтобы мы на своих занятиях представляли. С учетом этого мы разработали занятия. Занятия дифференцированы. То есть мы где-то даем больше материала, дозируем, где-то меньше. Но в целом, чтобы детям было интересно. Программа занятий зависит еще и от возраста детей. Есть формат для самых маленьких от 4 лет и до классов средней школы. Темы таких творческих уроков меняются еженедельно. Мария Ебеленко, Александр Беспалов. Новости.